Геймзона 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 Он включен в программу Олимпийских игр. А мы продолжаем. На очереди мини-игры для сотовых телефонов. Ну кто не знает эту игру? Ремейк знаменитой Battle City для приставки Nintendo. Махровый танковый девастатор родом из 80-х. Игра включает в себя элементы стратегии, тактики и аркады. Противник напорист, нахрапист и безжалостен. Сражайтесь, дабы защитить город и орла. Управляйте вашим танком и уничтожайте врагов. Набирайте очки и получайте более защищенный танк. По результатам прохождения уровней вам будут присвоены различные звания. Пройти игру можно двумя способами. Пробиться с боями через все уровни или получить звание маршала. А маршалы, как известно, на танках не ездят. Танк-атак содержит несколько десятков уровней, а для отважных игроков и несколько категорий сложности. Игрушка получилась, конечно, не супер-пупер, но поиграть все-таки советую, хотя бы ради ностальгии. Далее в программе вас ждет знакомство с тройкой самых популярных игр недели. Мечты иногда сбываются, пусть и не в реальном мире, а в виртуальном. Замыкает тройку лидеров этой недели The Sims Superstar. Очередное дополнение к нетленному симулятору жизни. На этот раз вам предлагается примерить на себя мантию поп-идола, супермоделей или кинозвезды по выбору. Всегда мечтали стать суперзвездой? Нет ничего проще, если, конечно, вы в состоянии побороть природную скромность и выйти на сцену в караоке-баре или оголиться перед фотокамерами, продемонстрировав очередной купальник. На втором месте на этой неделе Mission Pack для Splinter Cell. Весьма аппетитное, но очень уж маленькое дополнение к одному из самых успешных прошлогодних экшенов. Фанатское счастье длиною в три миссии, обиженный патриотизм длиною в жизнь. Крайне рекомендуется всем до выхода новых похождений господина Фишера. Тем более, что ждать осталось недолго. Новую серию приключений Супер Сэма Activision планируют выпустить уже в этом году. Ну а на первом месте в тройке самых популярных игр этой недели Принц Персий – Пески Времени. Игрушка, о которой, казалось бы, все уже сказано. Потрясающий экшен от Ubisoft, сказочная графика и отличный сюжет, дух приключений и непрекращающиеся ни на секунду действия. В эту игру нужно просто играть. Играть и получать удовольствие. Все эти и многие другие игры вы обязательно найдете в фирменных отделах компании Gigabyte, которые, напомню, располагаются по адресам. Проспект Строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, Торговый центр Майский. Сьерра продолжает свою серию о трудовых буднях Лос-Анджелесского спецподразделения SWAT. С предыдущей игрой SWAT 3 разработчикам, правда, не очень повезло. Она вышла одновременно с несколькими хитами жанра FPS, и поэтому получила меньше внимания публики, чем заслуживала. Теперь Сьерра намерена наверстать упущенное. Впрочем, как вы уже могли заметить, новая игра не получила названия SWAT 4. Причин тому несколько. Одна из них, SWAT Urban Justice, в отличие от предыдущих игр, не имеет официальной лицензии Департамента полиции Лос-Анджелеса. Разработчики решили, что точное следование строгим полицейским правилам и вытекающие отсюда ограничения слишком ограничивают их свободу выбора. А поэтому лучше слегка пожертвовать реализмом ради играбельности. Действие игры разворачивается в 2006 году. Улица Лос-Анджелеса буквально захлестнул криминальный беспредел. Так что вам предстоит вступить в настоящую войну с бандитами, дабы вернуть в город закон и порядок. В отличие от SWAT 3, где миссии можно было выбирать в произвольном порядке, теперь кампания стала линейной, а действия в миссиях более динамичны. Дело в том, что у вас уже нет необходимости на каждом этапе отдавать приказы каждому члену команды, объясняя, что кому нужно делать. Достаточно дать подчиненным общее распоряжение, и они сами пойдут по всему этажу, вышибая двери, пока не найдут преступника. Вы можете также задать двум группам время, за которое они должны будут подобраться к цели разными маршрутами и начать штурм одновременно. Разнообразие доступного оружия не просто возрастает, теперь это оружие можно будет модифицировать. Скажем, прикручивать новые ручки или дополнительные магазины, устанавливать оптические и лазерные прицелы, глушители и компенсаторы. Всего не менее шести типов апгрейдов. Графически игра сделана на новом движке Take Down 3D, имеющем впечатляющие возможности, в частности, подпиксельное освещение, что позволяет создавать весьма реалистичные световые эффекты, включая динамические тени. Хороши также разлетающиеся частицы. На моделирование одного персонажа уходит до 5000 полигонов, что позволяет отображать и меняющееся выражение лиц, и движение губ в соответствии с произносимыми словами. Не погнушались разработчики и многопользовательскими возможностями, среди которых простой деф-матч, разборки между командами, миссии по охране и спорту и кооперативный режим. Для тех, кому всего этого мало, будет прилагаться редактор, позволяющий создавать новые карты, миссии и даже скрипты, определяющие поведение героев. Вот и всё на сегодня. С вами была GameZona, и я её ведущий Дэн. Жду вас ровно через неделю, здесь, на канале Экспресс. Играйте в игрушки и не скучайте.